В Ангарске акция по сбору средств для пострадавших от наводнения жителей Дальнего Востока началась еще в конце сентября. Инициаторами идеи стали Совет Женщин и Комитет Многодетных Матерей. Затем эстафету подхватили Общественная Палата, Дворцы Культуры и другие организации. Горожане принимали активное участие во всех этапах. Благотворительный концерт, состоявшийся в ДК «Нефтехимик» в минувшее воскресенье, стал, пожалуй, одним из самых крупных мероприятий в рамках акции. Телекомпания «Актис» обеспечила прямую трансляцию всего представления. Вообще, это естественное состояние любого человека помогать кому-то в беде. И когда это случается, то не должно быть каких-то вопросов, нужны действия. Вот сегодня Ангарск действует. Зал Дворца Культуры был переполнен. Для зрителей между рядами пришлось ставить дополнительные стулья. На концерт вход был свободный. Внести свою лепту в сбор средств можно было, опустив деньги в специальную урну, установленную в фойе ДК. Сделал пожертвование в кружку, узнал, конечно, средства массовой информации, телевидение. Очень молодцы, что организовали такой концерт, очень нужное дело. У меня в эту область попали родные, от Благовещенска до Хабаровска проживают. Я с ними держал честную связь. Каждый день они сообщали. Наводнение, сносило тамбы, угрожение. Когда гибли поля, народ страдал, кто как мог спасались. Коллектив «Актис», как и многие другие организации, внес свой вклад. Анатолий Боринский опустил в урну однодневный заработок всех сотрудников телекомпании. Организаторы представления отметили и поблагодарили все предприятия, откликнувшиеся на участие в акции. В наших русских, конечно же, традициях помогать, переживать всем миром, сострадать, быть милосердными, участвовать в таких акциях, как сегодня наша. Я думаю, что в Ангарске очень много неравнодушных людей, которые уже многое сделали. И предприятия, и организации общественные, просто ангарчане откликнулись. Но сегодня, может быть, финальное мероприятие, уже зима. И чем больше мы сегодня соберем, чем больше мы за это время оставшиеся поможем нашим землякам-дальневосточникам, тем, я думаю, что легче будет переживать им это страшное горе, эту беду, эту катастрофу. В благотворительном марафоне Дворца культуры также принял участие Театр «Чудак». Актёры студии сыграли в этот день два спектакля. По итогам благотворительного концерта удалось собрать около 200 тысяч рублей. Почти 80 тысяч ангарчане сбросили в урну для сбора средств. 15 тысяч принесли постановки «Чудака» и 100 тысяч поступило на расчетный счет от одного из ангарских предпринимателей. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.